Восемь часов утра 4 декабря. Сразу же на мой телефон поступил звонок с неизвестного мне номера 499, начинающийся так от Москвы. Я не знал, естественно, я снял телефон на трубку, включил аппарат на связь, звонок оборвался. Через несколько секунд вызов повторился и стал повторяться с периодичностью 2-3 секунды. Все время идет вызов. Снимаю трубку, отбой происходит и опять. Это все на сотовый телефон приходит. Через некоторое время к этому номеру подключился номер с индексом 495, кодом города, это тоже Москва. А еще через некоторое время с индексом 812, это город Петербург. А также несколько неизвестных номеров, которые закрыты. С этих номеров шла беспрерывная атака на мой сотовый телефон. Я не мог им пользоваться практически, потому что каждую секунду поступал входящий вызов. Это продолжалось примерно до 11 часов 40 минут. После чего небольшая пауза была, примерно полтора часа. После 14 часов опять началась та же самая атака и продолжалась почти до 19 часов. Мне удалось выяснить, воспользовавшись другими номерами телефонов, что аналогично атакованы сотовые телефоны всех руководителей штабов и лиц, которые активно работают в выборной кампании, всего краевого отделения КПРФ. Ну вот скажите, пожалуйста, Юрий Владимирович, вы вообще-то специалист в области телефонов, если говорить о телефонах, то как вообще это могло происходить? Мог это сделать? На каком уровне это могло происходить? Кто мог принимать участие в этом? Ну, понимаете, если бы речь шла только об одном номере моема конкретно, то это мог бы сделать какой-то гражданин, допустим, хорошо владеющий этой техникой, с помощью компьютера. Но когда вот эта фальсификация, вернее, вот эта массированная атака на номера активистов проходит по всему Краснодарскому краю, это означает, что нужно знать эти номера прежде всего. Второе, нужно владеть серьезной техникой, получить доступ и к мегафону, потому что шла и с мегафона, и с МТС атака, понимаете? Значит, нужно было еще договориться каким-то образом с сотовыми компаниями. А, то есть даже это был мой гумард даже? По моему мнению, здесь задействованы ресурсы крупных государственных структур. Я не исключаю, что и те, которые должны заниматься правоохранительной действией.